Сегодня выступает Юрий Викторович Ромонов. Я его доклад слушал на конференции «Градиент» в городском педагогическом университете и пригласил выступать у нас на семинаре. Я там, правда, придрался к его термину «стратегии», и он теперь «стратегии» пишет в кавычках. Прошу вас, Юрий Викторович. Большое спасибо, Алексей Владиславович, за то, что вы пригласили. Да, действительно, вот тот диалог, который у нас с вами состоялся на той конференции, заставил несколько посмотреть на понятие «стратегии», что под этим понимать. Ну и постараюсь сегодня донести то, что я понимаю. И, соответственно, услышать ваше мнение, правильно ли я понимаю, может быть, где-то что-то недопонимаю. Ну и хотелось, конечно, начать с того, что если мы говорим о подготовке будущего учения математики, то, что является все-таки учитель, что из себя представляет учитель математики, да, и какие проблемы у нас сейчас, с чем мы сталкиваемся, что в виде государства в подготовке учителей математики, и, соответственно, какие требования на данную подготовку накладываются, да, что учитель математики, конечно, один из основных факторов развития нашего образования, на, так сказать, на начальной стадии до вузовской подготовки. Соответственно, учитель математики – это тот человек, который закладывает первоначальные математические знания, и, чтобы закладывать, должен обладать определенным опытом, знаниями. А отсюда интересно, каковы вообще ценностно-смысловые характеристики, понятия, до того, кто приходит в педагогический вуз и в дальнейшем желает стать учителем. Да, ну, некое такое исследование, небольшая выборка была проводили, посмотреть, да, какие интересы, ценности, ну, то есть, что мотивирует учителя будущего в педагогической, ну, и, соответственно, математической деятельности. Что здесь интересно, так как работаем, обучаем, соответственно, данный контингент, то надо понимать, а что интересно и на что надо сделать акцент в работе. Вот посмотрите, стремление к педагогическому и стремление к математическому творчеству, да, то есть, это насколько отличие идет, да, то есть, то, что мы говорим, то, что преподаем, соответственно, данным контингенту необходимо перее... то есть, представлять так, как, чтобы они это могли увидеть в своей будущей профессии. Иначе это будет им неинтересно. То есть, если дальше касаться задач, то, опять-таки, всякая деятельность задачи должна сопровождаться определенной работой, которая покажет, где эти задачи нужны и как с ними можно работать. Ну, что еще важно понять? А важно понять, в какой системе мы будем работать, да, где мы можем использовать тот материал, о котором сегодня буду говорить. У нас существуют разные сейчас модели подготовки учителей математики, разные вузы готовят это, и классические университеты федеральные, это педагогические университеты, и профильные университеты. И в каждом своя система, соответственно, нет единого образовательного такого пространства, нет единообразия подготовки учителей, и каждый вуз фактически выпускает, ну, уникального, так сказать, по подготовке учителей в математике. Эта проблема сейчас рассматривается, как бы ее решение, Министерством просвещения было предложено, ядро математического образования, ну, к чему это все приводит? Это приводит к тому, что у нас значительно снижается профессиональная подготовка в рамках педагогического образования. То есть снижается количество и качество читаемых математической дисциплины. На слайде взял то, что когда-то мы изучали в Советском Союзе набор дисциплин, выдержки того, как это было в отдельных университетах, и можем наблюдать, что действительно и по часам, и по объему подготовка у нас математическая специальная сокращается. На что я хотел еще обратить внимание, это будет потом, когда буду говорить о задачах, будет более разъяснимо. В предыдущих стандартах, например, присутствовали такие дисциплины, как физика, химия, биология. Сейчас этого нет, и с учетом того, что поступающие на педагогические направления сдают математика, общество знания русский, то фактически физика, химия, ну то есть дисциплины, где работает математика, они не, так сказать, не в кругу интересов будущих учителей. А здесь проблема построения межпредметных связей. Соответственно, у нас есть круг задач, которые охватывают как раз таки интердисциплиарность и межпредметные. Если дальше говорить о том ядре, который сейчас будет предлагаться, тут на слайде это скрины с материалов, касающихся ядра математической подготовки, то можете увидеть, за какие дисциплины предлагаются в качестве базовых и сколько отводится, соответственно, кредитов на изучение этих дисциплин. Соответственно, если мы говорим о подготовке учителей в области решения математических задач, то, соответственно, у нас не так такой большой, так сказать, объем времени и по содержанию у нас не так уже много материала, который мы можем использовать в этой подготовке. Ну и теперь непосредственно уже к тематике. Существуют разные задачи. Классификация этих задач разработана и неплохо разработана нашими методистами. Это в 70-х, 80-х годах. Соответственно, что мы можем наблюдать в действующих учебниках и с чем мы сталкиваемся? В основном, конечно, решаются стандартные задачи. Нестандартные задачи присутствуют в меньшей степени. Обращают ли на них внимание учителя? Ну, фактически сейчас нестандартным задачам в массовой школе внимание вделяется незначительно. Ну, как бы это мы можем наблюдать, работая с разными школами Ростовской области, Краснодарского края. То есть уклон, конечно, делается на стандартные задачи, и это вызывает проблемы, мотивации и познавательного интереса при формировании, вот как раз, интереса к изучению математики. При изучении задач, конечно же, необходимо владеть определенными методами решений. Слайди, так сказать, то, что опять-таки в обиходе, то, что каждый учитель, изучая курсы методики, так сказать, знает, хотя бы сведения получает об этих методах. Ну, соответственно, вот хотелось бы, да, разобраться. То есть мы видим, что большинство задач школьных учебников, типа, смотрите, можно отнести к стандартным или полустандартным задачам, решения которых является усвоение программного материала, и мы от этого никуда не уйдем. Учебники перегружены упражнениями. И вот некая стандартизация содержания методов решения задач проявляется в стремлении учителей решить как можно больше задач с учащимися, но эти задачи не всегда позволяют сформировать те качества мышления, которые хотелось бы, чтобы учащиеся получали при изучении математики. Дальше хотелось бы, конечно, обратить внимание на методику обучения решения задач. Ну, и, соответственно, здесь у нас также есть ряд недостатков, то, что, говоря о методике решения задач, мы должны, конечно, понимать, что студент, учащийся, владеет определенными базовыми знаниями и навыками, на базе которых потом мы формируем определенные методические умения и, соответственно, знания. И вот опыт показывает, что для того, чтобы решить вот эти проблемы, которые у нас возникают, конечно, необходимо увеличить количество нестандартных и творческих задач в обучении математики, уделить внимание моделированию обучения математики, ну, соответственно, моделированию при решении задач нестандартных ситуаций, а это, соответственно, иметь возможность учителю ставить нужные вопросы и, соответственно, подбирать определенные типы задач. Ну, и также при решении задач использовать как стандартные, так и нестандартные методы решения. То есть решать задачи как можно не одним способом, а разными способами, но для этого, опять-таки, необходимо владеть различными методами решения математических задач. И хотелось бы, конечно, если мы говорим о задачах, то разобраться, что же понимается под нестандартные задачи. То, что основной, так сказать, объект, который я сегодня буду рассматривать, это, конечно, нестандартная задача. И здесь мы видим, что, опять-таки, нет единого подхода. На слайде представлены различные определения, которые предлагались отечественными методистами. Это и нестандартная задача, это и внеучебная математическая задача, это и задача, которая для ученика является неизвестной, с неизвестными алгоритмами действий. Это задача, которая не укладывается в общепринятые типы и варианты расчетных экспериментальных задач. Получается, что разные трактовки нестандартной задачи несколько вводят в недопонимание, как с этими задачами можно работать и вообще какой отбор будет подобных задач. На слайде приведены примеры некоторых нестандартных задач, которые мы можем предложить учащимся 5-6 классов. Здесь интересна работа уже с такими задачами и работа именно с будущими учителями. Первая задача. Можно ли по шахматной доске 31-й косточкой добиной, если у доски отрезать противоположные углы по диагонали. То есть предлагая данную задачу обучающимся, можно в процессе решения предложить, а давайте рассмотрим, а что если мы будем отрезать не противоположные, а где-нибудь в центре доски вырежем 2 прямоугольника, что тогда будет? Поменяется ли решение задач или не поменяется? А если эти два квадрата будут у нас не расположены рядом, а через клеточку, а если через две клеточки? То есть проводя такую работу мы получаем на базе одной задачи несколько сразу задач и соответственно каждая задача будет иметь свое решение и позволяет смоделировать определенную учебную деятельность, показать, что на базе одной задачи можно получить целый класс задач. Ну и соответственно, когда мы работаем с нестандартной задачей и уже научились решать подобного класса задача, то такие задачи перестают быть нестандартными. С этим это мнение также высказывал Юрий Михайлович Калягин. И что здесь тогда получается? Получается, что мы постоянно должны формировать базу нестандартных задач, которые учитель может использовать на различных этапах урока. А соответственно, здесь два направления. Либо мы обучаем учителя составлять нестандартные задачи на базе уже типовых задач, или предлагаем готовые методические рекомендации, которыми учитель может воспользоваться. При решении в 70-х годах прошлого века было решено, что необходимо разработать методические рекомендации. Эта задача была решена, было предложено несколько учебных пособий, в частности Калягином, с набором нестандартных задач. На слайде представлена одна из таких нестандартных задач. Возможно ли на квадратной площади со стороной 50 километров поместить все население планеты? Соответственно, опять-таки, можно предложить рассмотреть эту задачу в разных вариантах. Предложить, например, можно ли поместить на территории Москвы, можно ли на какой-то площади взять квадратную, и так, чтобы на ней можно было бы вообще все население расти и поместить. То есть постановка таких задач требует от учеников, то есть они тоже могут предлагать нестандартные задачи и разрабатывать их. Посмотреть дополнительную учебную литературу, познакомиться с дополнительными фактами экономики, географии, ну, как бы межпредметные связи выстроить между математикой и другими науками. Что здесь вот интересно в этой работе, если ее проводить, вот прошлый семинар, на котором Алексей Владиславович выступал, здесь как раз-таки прочтение текстов, насколько я помню, ставилась проблема, что обучающиеся не всегда правильно читают тексты, не понимают их. И вот работая с подобными задачами, предлагая будущим учителям и учащимся составлять самостоятельно задачи разного типа, используя стандартные базовые задачи, либо, может быть, самостоятельно придумать, эта работа как раз-таки будет их подталкивать для того, чтобы читали дополнительную литературу. В вопросе, который проводился, я показывал на первом слайде, задавался вопрос еще, а читаете ли вы дополнительную математическую литературу, это для будущих учлений математики. И с каждым годом все меньше и меньше обучающихся говорит о том, что да, мы читаем, в основном большая часть обходится лекционными материалами. Но если у нас происходит сокращение часов на учебную дисциплину, то, соответственно, происходит сокращение лекционного материала, что приводит к тому, что образовальщина в области математического образования. Следующее, что хотелось бы посмотреть, это какие задачи мы можем относить к нестандартным задачам. Например, первое, что можно, это отсутствие алгоритма решения. На слайде представлены возможные задачи, также многоуровенность решений. Задачи с необычной формулировкой, возможно, с простым решением, но требующие значительных умственных усилий, чтобы понять их условия. И вот все эти задачи, они встречаются как в олимпиадной математике различных уровней, школьный уровень, региональный уровень. И уровни, которые возможны для массовой, так сказать, школы. Я в основном, те задачи, которые здесь рассматриваем, методики, которые я буду произвести, это то, что касается, конечно, массовой школы. Если брать, конечно, отдельные специальные, так сказать, классы математические, которые ориентированы именно на олимпиадную подготовку, то ясно, что здесь и класс задач, и методики должны быть немножко иные. Что еще может быть отнесено к критериям отбора задач нестандартов? Это неуточненная формулировка условий задачи, при решении которой учащимся необходимо еще, так сказать, уточнение главное дальше. Кажется, противоречивость условия, связанные с поверхностным восприятием и стереотипами. Например, предлагается студентам рассмотреть задачу. У вас есть четырехугольная пирамида, соответственно, несмежные грани этой пирамиды перпендикулярны. Вообще, возможно ли существование такой пирамиды? И сразу же срабатывает стереотип, что если у нас грани перпендикулярны основания, то, соответственно, они пересекаться не могут. Но то, что грани лежат в некоторых плоскостях, которые могут пересекаться, вот здесь обучающиеся об этом как бы, ну, этого факта не видят. У них плоскость, в которой лежит грань, и грань, они как бы являются одним элементом, и, соответственно, грань не рассматривается как элемент плоскости. Кстати, стандартная задача, когда у нас происходит отчет коммерческого директора, отчитывается за несколько месяцев, получается, что есть прибыль, прибыль в итоге у фирмы в убытках, либо наоборот, есть убытки по итогу фирмы в прибыли. То есть, привести различные варианты. То есть, это задачи, которые с неким таким противоречием предлагать, решать и, соответственно, опять-таки, придумывать такие задачи. К нестандартным задачам можно отнести многоплановость условий, допускающих задачи, и, соответственно, задачи межпредметного характера. Про межпредметный характер задачи хотелось бы здесь остановиться вот на что. В последнее время в своей педагогической деятельности приходится сталкиваться с тем, что испытывают обучающиеся как школьники, так и будущие учителя проблему при решении этих задач в связи с тем, что не хватает предметных знаний в области смежной дисциплины. То есть, проблема подготовки в области физики, химии, биологии. И когда задача касается использования определенных знаний из этих дисциплин, то задача практически становится нерешаемой, без дополнительных источников информации. То есть, надо знания по межпредметным дисциплинам, соответственно, получать дополнительно. Опять-таки, на слайде приведены некоторые примеры, которые можно было бы предложить учащимся к решению. Опять-таки, это примеры, которые могут быть тиражируемы. Далее возникает вопрос, а нестандартная задача и задача повышенной сложности, это как бы можно между ними поставить равно. Соответственно, надо разобраться в этих понятиях, в чем отличие нестандартной задачи, задачи повышенной сложности, задачи трудной, трудная задача. Опять-таки, это все вопросы, касающиеся общей методики решения задач, они обсуждаемы. Их актуализация непосредственно в подготовке математики очень важна для того, чтобы рассчитывать вообще оптимальность решения. Ну и вопрос, какие решать задачи и как решать нестандартные задачи возникают. Это что вопрос о понятии, да, какое понятие обкладывается в понятие нестандартной задачи, он важен, но этот вопрос наиболее важен. И здесь хотелось бы обратиться к исследованиям психологов, которые говорят о том, что тип мастительных процессов существенно зависит от задачи, которую человеку приходится решать. И определяется требованиями, исходящими из данных задач. Это у нас психолог Ланда отмечал в своих работах. И Давыдов, соответственно, отмечает, что содержание и методы проектируют соответствующий тип мышления. В соответствии с данными исследованиями можно выделить и разные типы классификации задач. Это задачи с неопределяемой областью решения, поиска решения задач, с заданной областью решения поиска и задачи, в которых присутствуют все три типа трудностей. Ну и на базе этого Столлер выделит три вида учебных ситуаций, которые мы имеем в учебной практике, решая подобные задачи. И эти ситуации ориентируют деятельность учительной математики. Ну в частности, если мы решаем задачи стандартного типа и общий метод решения их известен, то деятельность учительной математики сведется к тому, что необходимо ориентировать учащихся на некое самостоятельное открытие, но с помощью учителя метода решения. Желательно, конечно, обобщить метод решения на целый класс задач, если это удастся. Если задача у нас нестандартная, то здесь в этом случае, конечно, необходимо обучение методам поиска решения. И вот тематика, связанная со стратегией, как раз таки в основном и ориентирует нас на то, что мы должны научить, а как искать способы решения задачи, как ориентироваться в том направлении, которое приведет к решению задачи. По каждому из типов приведены примеры задач, в частности, вот первый тип, задач алгоритмического типа без пробы и ошибок. То есть задачи, с которыми учащиеся часто сталкиваются, для них на первом этапе, на этапе знакомства, конечно, это нестандартные задачи, но когда с решением знакомы, когда показаны варианты нескольких похожих задач, то задачи перестают быть, конечно же, нестандартными. Второй тип, это уже более интересная задача, с сопленным полем выбора. Здесь несколько вариантов формулировок привел. Ну и более интересная, конечно, задача, когда у нас не определена область выбора, и, соответственно, что здесь может быть. Схема перехода от объекта, от исходного, в конечном состоянии нам неизвестна, то есть решение таких задач сопряжено уже с некоторым творческим подходом. Объекты и их свойства, которые используются при решении, или способы связи объектов и операторов, которые принимаются в процессе решения, тоже неизвестны. Такие задачи, действительно, они относятся к категории нестандартных, но и трудных задач для учащихся, так как саму идею начала решения порой учащиеся не видят, и этому надо учить. Ну и пример проведен задачей. Каждая диагноза выпукла пятиугольника отсекает от треугольника площадь треугольника равной единицы, вычислить площадь пятиугольника. Ну и задачи четвертого типа, когда у нас неизвестно, неизвестно то, что есть в третьем типе, но еще не хватает знаний. В качестве примера здесь привожу задачу о флибустерах, которая известная, чтобы решить эту задачу, необходимо изучить дополнительный материал, которого нет в базовых школьных учебниках геометрии. И после того, как мы этот материал изучим, задача, конечно, переходит уже к другому типу. Или задача, докажите, что существует прямая, которая развивает плоскую фигуру на разные великие части. То есть к этой задаче можно построить ряд, подвести к этой задаче, решая ряд задач, например, построить прямую, которая развивает треугольник на две равновеликие части. Построить прямую, которая развивает параллограмм на две равновеликие части. Соответственно, показывая, что возможно ряд плоских фигур разбить на равновеликие. А можно ли это обобщить и, соответственно, получить формулировку вот этой задачи. А дальше уже этот метод, который, например, приведен здесь, в основной школе учащийся не готовы использовать. Ну, в старших классах, 10-11, как бы, можно рассмотреть, так как здесь еще идет связь с теми темами, которые изучаются в рамках анализа. Можно ли научить учащихся решать нестандартные задачи? Кстати, чтобы научить, необходимо разрабатывать определенную стратегию обучения. И, как мне кажется, что вот эта стратегия обучения, она должна основываться на деятельностном подходе. На деятельностном подходе в обучении. То есть мы четко должны понимать цели, задачи, промежуточные результаты и выстраивать постоянный контроль деятельности учащихся по продвижению в решении задачи, своевременно контролируя их деятельности, корректируя направление мысли. Ну и, говоря словами Столлера, обучение должно ориентировать учащихся на поиск решения с помощью некоторых полезных рекомендаций. И во времена разработки отечественными нашими методистами методик решения нестандартных задач, соответственно, вот эти полезные рекомендации назывались эвристиками. То есть разрабатываются некие эвристики. И, например, Саранцев разработал такие эвристики для решения геометрических задач. Калягин разработал эвристики для каждого этапа решения задач. Ну и, соответственно, дальше этим эвристикам необходимо обучать и необходимо ими пользоваться. Ну, вспоминая, в качестве таких эвристик часто приходило слышать, когда мы учились, есть принцип чайника, принцип чемодана, который подсказывал, что здесь необходимо произвести определенную замену переменного для упрощения записи, либо для упрощения решения задачи. Ну и что здесь еще интересно в подходах тех, которые предлагались, то, что психологическое решение задачи отличен от логической модели. То, что мы можем продумать, как это будет с точки зрения математики выглядеть решение, это не совсем то, как учащиеся мыслят и как они будут решать задачи. И здесь, конечно же, может быть, надо учитывать генетический подход в обучении. Вспоминаю, что у Пиаже формулировал, что учащийся в своем развитии проходит и сталкивается с теми же трудностями, которые проходит все человечество при решении определенных задач. То есть, предсказывая те трудности, с которыми столкнется учащийся в решении задачи, мы можем прогнозировать эти трудности и, соответственно, выстраивать систему подсказок, чтобы эти трудности и их последствия уменьшить. Ну и, соответственно, какие же основные приемы решения задач? Многие исследователи начинают с того, что Пой предложил определенные систематизации по поиску решения задач. Идеи некоторые его представлены на слайде. Дальше хотелось бы остановиться на том, что предложил Крупич. Он выделил несколько видов. Это полный перебол вариантов решения. Случайный поиск, выборочный поиск, юристический поиск. В дальнейшем, это наши отечественные, в дальнейшем можно наблюдать нечто с таким же названием, но это уже будет называться стратегией. И вот здесь, Алексей Вадимович, наверное, когда мы с вами дискутируем, вы на это обратили внимание, что стратегия – это не совсем то, что подразумевается под словом «стратегия». В нашей отечественной литературе это называется эвристиками, а в западной литературе мы чаще всего в некоторых источниках встречаем слово «стратегия». И вот здесь мне кажется, что это некоторый такой, может быть, маркетинговый ход. Лучше продается слово «стратегия» неже эвристика. Эвристика, кстати, связана с творческим неким подходом, и она может подсказать, а может не подсказать правильное направление мысли. А стратегия – это все-таки более конкретное, более четкое планирование с анализом своих ресурсов при решении задачи. И вот здесь, наверное, есть принципиальное, так сказать, отличие. То, что понимается под стратегиями решения математических задач в некоторых источниках, и что вообще слово «стратегия» обозначает. То есть разработаны различные методики поиска решения и стандартные задачи. На презентации я попытался это представить. Я думаю, что вы, уважаемые коллеги, все это знаете и с этим сталкивались. Просто хотелось бы подвести, показать, что вот то, что сделано в отечественной литературе, оно называлось немножко иначе, нежели я использовал это в своем докладе. И хотелось показать в дальнейшем. Например, Фридман, о чем он говорит. Одним из способов решения задач, а, соответственно, это можно было бы назвать стратегией решения задач, является введение вспомогательного элемента. Ну и вот задача, которая показывает, как можно решить введение вспомогательного элемента. Это классический подход к решению задач. С этим мы постоянно сталкиваемся. Это мы учим своих студентов, они учат учащихся. Следующий момент, например, упрощение. Упрощение записи, переформулировка записи, может быть, выделение некоторого элемента базового, который помогает решить задачу. Второй способ решения задачи. Когда мы рассматриваем некий треугольник, который позволяет значительно упростить решение задачи. И этот же треугольник надо найти. Соответственно, надо учителям показать, что вот есть такой подход, связанный с дополнительными, например, построениями, который позволяет построить вспомогательную фигуру, значительно облегчить формулировку задачи и получить более эффективное решение с точки зрения экономии времени. Таким образом, у нас возникает необходимость подготовки учителей в решении задач. Это научить различным способам, приемам и методам решения. Ну, например, как иллюстрация, да, ведение вспомогательного отрезка. На слайде приведены задачи, которые могут решаться данным способом. Эти задачи должны быть известны учителям. Соответственно, с ними надо организовать определенную деятельность по распознанию задач и выбору необходимого, так сказать, то есть, как правильно вести отрезок. Второй момент. Решение задачи связано с различными методами решения, которые мы должны знать. Здесь можно выделить гнациологические методы решения задач, ну, например, геометрические задачи. Хотя эти методы могут и применяться в решении других задач. Это методы анализа, синтеза, методы аналогии, дедукции. А, соответственно, появляется стратегия, аналогия стратегия, связанная с методом анализа и синтеза. То есть, вот, как бы, замена одного названия идет другим. Можно выделить математические методы решения задач, они представлены на слайде. Опять-таки, классификация метода, вопрос, так вот, тоже спорный, то, что разными авторами предлагаются разные классификации методов решения задач. На слайде представлено, как в учебном процессе при изучении различных геометрических фигур можно, то есть, на каком этапе у нас появляется какой метод. Здесь и на интерпретации этого, то есть мы, например, изучаем, изучаем аксиоматический метод, начинаем знакомиться с системой аксиомы первые доказательства, у нас в основном строятся, используемые методы доказательства противного. Рассматриваем параллограмм. Здесь можно уже применить метод геометрических преобразований, либо векторный метод. Ну и, соответственно, иллюстрация задачи, которые мы можем решать разными методами. Но, говоря опять-таки о методах, необходимо рассмотреть компоненты этого метода. И по каждому компоненту подобрать систему задач, которая позволяет сформировать знания, умения и навыки для успешной реализации метода. Ну и предлагаются определенные задачи. Задачи я в данном случае привожу на примере векторного метода. То есть задачи, которые необходимо прорешать, чтобы обучающийся владел данным методом. Ну и, как я уже сказал, в последнее время можно наблюдать то, что вводится понятие стратегии решения задачи. Понятие стратегии имеет разные определения. Стратегия в данном случае – это понятие, которое разрабатывается не только в математике, но и в теории управления. Психологи обратили внимание на данное понятие. И есть работы, которые затрагивают стратегии решения задач, не только математических. И вот в этом плане хотелось бы разобраться. С одной стороны, большинство источников, с которыми я знаком, в основном рассматривают стратегии как синоним эвристики или метод определенного решения. Но мне кажется, что на стратегии надо смотреть намного шире. И рассматривать стратегии все-таки как-то некое долгосрочное планирование в решении задачи. То есть подразумевает, что необходимо уметь проводить исследования данных задач, осознавать, что нам необходимо найти и с чем это связано. Дальше. Необходимо понимать, какими ресурсами мы обладаем для того, чтобы решить конкретную задачу. И, соответственно, применяя определенные ресурсы, что мы можем получить. И вот в этом плане, мне кажется, понятие стратегии будет более уместным. Всякая стратегия, конечно же, связана с тактикой. И если говорить о стратегии тактики, то тактика – это детализированный ход решения задачи. Соответственно, методы, способы решения задачи, наверное, это все-таки уже тактические приемы будут. Если вот такое интерпретаются, так сказать, так вот понимать. И понятие стратегии при подготовке учителей здесь необходимо рассматривать как стратегия решения задачи, как стратегия обучения решению задачи. То есть стратегия в образовании решает задачи эффективного использования ресурсов в образовательных целях с учетом имеющихся ограничений, например, временных, знаньевых и, соответственно, возрастных. То есть, когда мы решаем определенный класс задач, учитель должен понимать, например, возрастной уровень учащихся, с которыми он работает, с какими знаниями они обладают и, соответственно, выбирать метод решения и практики, то есть прокладывать, определять ту стратегию, которая соответствует данному возрасту. Например, часто мы сталкиваемся с тем, что, выходя на практику, студенты, попадая в пятый класс, пытаются решить задачи методами, те, которые применимы для седьмого-восьмого класса. А, соответственно, забывают, что в пятом-шестом классе данные методы не применимы. Ну и, говоря дальше, конкретно стратегия, что же это такое? Общий план действий стратегия все-таки не тактика, тактика более узкая. Стратегия подразумевает управление ресурсами. И, соответственно, сами по себе стратегии, они ничего не значат. Они должны быть подкреплены определенными, то есть той тактикой, которая есть. И здесь можно проводить аналогию между подготовкой, наверное, военных наших кадров. То есть младший командный состав все-таки учится в тактической подготовке, а уже старшей командой учатся в стратегии. Так вот и здесь. Ну и, соответственно, какие же стратегии решения задач бывают? Маляков, анализируя исследовательские, решение исследовательских задач инженеров-конструкторов, предложил выделить следующие стратегии аналогизированные. То есть это поиск по аналогиям. И в математике эта стратегия великолепно применяется, когда мы умеем стратегию аналогии, то есть метод аналогии, комбинированные, реконструкции, универсальные стратегии. Танин и Нагидин рассматривают стратегии, опять-таки, применение аналогии, рассмотрение частных случаев, использование различных средств наглядности. То есть, опять-таки, здесь мы видим, что все предлагаемые стратегии, они связаны с теми же евристиками, которые предлагаются, и Калягиным, и Саранцевым. По мазей, к которой книга вышла сейчас распространена, имеется в доступе, да, стратегии решения математических задач. Логическое рассуждение, распознание закономерности, действия от обратного. Многие стратегии, которые они описывают, они присутствуют в психологии творчества. Шаповалов, например, предлагает, как не стратегию, а принципы. Эти принципы могут быть заложены в стратегии решения математических задач. Я привожу ту литературу, которая доступна для учителей, и по которой, как бы, можно знакомиться с стратегиями. Как решать нестандартные задачи? Опять мы видим ряд принципов и методов решения задач. И задачи, задачники, пособия, например, хотелось бы остановиться на геометрии без репетитора. Да, Татьяна Теременовна Фискович. Что она рассматривает? Она рассматривает следующие стратегии, что есть задача, задача сложная, ее решить тяжело сразу, сходу. Значит, надо к этой задаче как-то подойти. А как можно подойти? Можно посмотреть на задачи, она их называет задачи-скутники, подобрать ряд задач-скутников, либо ключевых задач, которые помогают подойти к решению задачи. Соответственно, такая стратегия тоже имеет свое название. Практикум по элементарной математике. Геометрия – это Гусев Лейтененко-Маркович, это базовый учебник в свое время для подготовки учлений математики. Авторы рассматривают геометрические задачи, которые предлагают для решения сразу несколько вариантов, несколько способов, которые основываются на разных методах, соответственно, показывая преимущество одного метода над другим и заставляют обучающиеся, использующие этот сборник, и, соответственно, задуматься о том, в каком возрасте, почему мы можем использовать тот или иной метод. То есть это вся литература, которая апробирована при подготовке учителей математики. Ну и, соответственно, резюмируя, попытался собрать, вообще, а какие стратегии присутствуют в учебной литературе? Вот 15, то есть 16 стратегий выписал, соответственно, возникает вопрос выбора наилучшей стратегии. То есть на что здесь можно обратить внимание? То есть какая из стратегий нам наиболее приемлема, да? То есть если задача поставлена нечетко, перефразируйте данную задачу. Если задача имеет несколько возможных решений, имеет смысл воспользоваться методом проб и ошибок. Если задача слишком сложна, попытайтесь применить упрощение, анализ целей и средств, обобщение, специализация и так далее. То есть вот эти рекомендации по выбору наилучшей стратегии, они коррелируют с теми эвристиками, которые предлагаются при решении задач. Ну и в качестве некоторых, в качестве примеров рассматриваю стратегии, которые часто мы используем, ну даже, может быть, не называем это стратегией, но используем в обучении решения задач. Например, прямая стратегия, которая подразумевает анализ целей и средств. И здесь возможны разные подходы, например, задачи матрешки, задачи спутники, как я уже говорил, у Токеновики Ременкина и Фисковича. Дальше есть базовая задача, эта базовая задача порождает ряд подзадачей, подзадачи порождают еще подзадачи, и в итоге мы приходим к решению некой основной задачи. Но опять-таки, чтобы этой стратегией пользоваться, мы должны знать вот эти базовые задачи, уметь выстраивать подзадачи. То есть это процесс, которому необходимо учить, и не только учить, но и должен быть банк задач. Что мы знаем, что эти задачи все-таки присутствуют, они есть. Ну и данная стратегия, соответственно, основные умения, это умение анализировать условия задачи, умение анализировать требования задачи. А эти основные умения надо, соответственно, им обучать. Без этого, как бы, данная стратегия работать не будет. Ну и пример, пример вот таких задач. Основная задача, три окружности демокрадисса пересекаются в общей точке и в трех точках. Докажите, что точки лежат на окружности такого же радиуса. То есть если сразу поступать к решению этой задачи, то учащиеся испытывают, соответственно, сложности. Вряд ли получится сразу и решить, но к этой задаче можно подвести, предложив некую цепочку под задач, задач спутников. И эти под задачи представлены, соответственно, здесь тоже на слайде. То есть рассмотреть ортотреугольник, посмотреть на свойства ортотреугольника, дальше посмотреть на свойства ортоцентра, рассмотреть свойства окружности, какими свойствами обладают равные хорды, хорды, то есть дюги, которые связаны с этими хордами. И решая цепочку этих задач, мы выходим на решение основной задачи. Следующая интересная задача, которая и в историческом плане интересна, Штейнера Лемуса, доказать, что если у треугольника длинные бисектрис двухугловые равны, то, соответственно, треугольник равнобедренный. Здесь интересна история этой задачи. На одном из семинаров выступала Виноградова Светлана, она как раз таки рассказывала о использовании исторических экскурсов для переключения внимания. Как раз такие задачи, которые позволяют реализовать эту методику. Более того, на этой задаче мы можем показать разные способы решения похожих задач. Например, докажите, что если у треугольника медианы две медианы равны, то треугольник будет равнобедренный. Докажите, что если две высоты равны, треугольник будет равнобедренный. То есть один из способов мы можем найти, то есть у нас медианы, например, и бисектрисы выражаются через стороны треугольника, соответственно, если мы приравняем выражение, дальше совершать тажистные преобразования, выйдем на то, что и стороны треугольника будут равны. То есть он променял гибраический метод. А на слайде проведен как раз подход, связанный со стратегией, которую мы рассматриваем. То есть две подзадачи, это две лемы. И на доказательстве, уже доказательства теоремы Штейнера лему сосудятся на вторую лему. И опять интересный подход. Мы переформулируем саму теорему и доказываем теорему противоположную обратной. То есть в методике мы изучаем, что есть разные виды доказательств. А здесь как раз на конкретном примере показываем, как выстраиваются доказательства противоположной обратной. То есть формируя определенный навык. В этой стратегии хорошо вписываются, например, задачи, связанные с транспортными сетями. То есть мы можем рассмотреть задачи по степени усложнения. И в итоге прийти к более сложной задаче. Например, докажите, что если внутри треугольника ВЦ имеется такая точка, что, соответственно, углы будут равны ту, она является оптимальным узлом развития для сетей, соединяющих пункт А, В и С. Что здесь интересное решает задачу? Мы часто сталкиваемся, что учащиеся, ну и учителя забывают о том, что надо доказывать теорему существования. И вот здесь как раз-таки можно показать, что все-таки теорему существования, ее необходимо рассмотреть. Несмотря на то, что мы вроде бы как формально доказываем, что такая точка присутствует. Ну и следующая уже четвертая задача опять из этой серии. Пока мы можем найти это кратчайшее расстояние в числовых характеристиках. Следующая задача – это стратегия при формулировке задачи. Например, рассматриваем теорему Лейбниса. В зависимости от того, в какой формулировке мы ее учащимся подаем, зависит и выбор метода решения. Ну, например, здесь показаны две формулировки. Одна из формулировок располагает тому, что применить метод координат. Вторая формулировка – векторный метод решения задачи. И далее на базе теоремы Лейбниса можно решить целый ряд задач, которые, если брать их как отдельные задачи, они вызывают существенные затруднения при решении. И вот для того, что эти задачи могут быть олимпиадными задачами, как задача четвертая. То есть, ну, и зная теорему Лейбниса, задачи перестают быть такими сложными, как представленные отдельно, независимо от рассмотрения этой теоремы. Следующий пример стратегии переформулировки – это, например, когда мы переходим от объектов одного, то есть у нас есть система, да, и мы переходим, например, к осмотрению векторов и векторным методом решаем данную систему. Таких задач в школьной практике практически нет, ну, вот, можно и рассматривать. Дальше, стратегия примера и контрпримера. Поиск родственных задач. Я уже приводил первую задачу существования пирамиды, у которой гранит несмежные перпендикулярные полоски. Дальше, существуют ли цитраиды, в цитраиде которого тупоугольные треугольники. Существует ли треугольник длины всех сторон и всех высот, у которого целые числа. То есть эти задачи не требуют, то есть их решение не занимает много места, но поиск решения, рассуждения, которые выстраиваются в процессе их, так сказать, сучащихся, они интересны и вызывают заинтересованность у большей части присутствующих, потому что, ну, как бы, не всегда требуют знания математических определенных, а требуют именно вот развития мышления. Урешение стратегии схода, так сказать, с конца, да. Ну, здесь привожу задачу, которая очень распространена, это с покрытием, заполнением озера. Стратегия визуального представления. Очень часто мы эту стратегию используем. Ну, еще раз говорю, в самом термине не всегда применяется это, применяя для иллюстрации решения задач, например, графов. Ну, а здесь на примере такой геометрической задачи, когда необходимо вычислить площадь треугольника, даны стороны, представленные рациональными числами. Ясно, что большая часть сразу пытается применить формулу Герона и столкнуться с тем, что необходимо выполнить для учащихся сложные преобразования. Второй подход, который можно было наблюдать, это использование теоремы косинуса для того, чтобы найти один из углов треугольника. Он тоже связан с вычислительными, так сказать, трудностями. И третий подход этого, если мы достроим наш треугольник до прямоугольника, то задача легко решаема. Опять-таки, достроили до четырехугольника. Можно задать вопрос, докажите, что действительно получился четыреугольник, если вы таким образом будете достраивать дальше. А как получается, соответственно, числа, которые здесь используются для определения сторон прямоугольных треугольников. И, опять-таки, поиск доказательства того, что прямоугольник получился, зависимо от того, как будет поставлена задача, и как эту задачу понимают учащиеся. Интересно, например, если мы попытаемся доказать, что был треугольник, построили вот таким образом прямоугольные треугольники, докажите, что действительно получился прямоугольник. Или, а зачем нам это доказывать, если мы возьмем сразу прямоугольник вот со сторонами 7 и 9, разобьем стороны на отрезки вот такой длины и впишем треугольник. Нет необходимости доказать, что у нас при построении получался именно прямоугольный прямоугольник. Следующая стратегия визуального представления, которая может быть использована, например, на таких задачах. То есть, если мы обычно как начинают учащиеся перебирать различные варианты, заполняя, соответственно, таблицу, получится, не получится. Но если внимательно посмотреть и посчитать суммы по строкам и столбцам, то и записать, то очевидно, что какой результат будет и сделать выводы. Стратегия подсказки. Часто задачи могут сопровождаться некими рекомендациями, либо решите задачу векторным метром, решите задачу координатным метром. Это сразу же нам дает некую подсказку, решение. Можно ли это назвать в том истинном понимании, да, стратегия? Это, скорее всего, некие такие вот юристики, которые, даже не юристики, которые помогают решить задачу. Стратегия распознания правил. Часто мы с этой стратегией пользуемся при решении задач на, например, на поиск закономерностей, например, нахождение частичных сумм, ну или на слайде, в частности, представленных. Или вот при демонстрации задач на метод индукции, полная индукция. Когда такие закономерности, числовые, предлагается распознать учащимся, таких задач много в психологических текстах на определение уровня мышления учащихся. Ну и следующая стратегия случайного поиска методов проб и ошибок рассматривается. Так, я прощу немножко, да, стратегия аналогий, интересная стратегия. То есть, вообще, как бы, с аналогией мы много говорим, но задач, которые используются в практике, их не так уж и много. Интересно аналогии при построении, например, неравенца треугольников. Мы рассматриваем неравенца треугольников планиметрии. И в стереометрии изучаем, например, мы многогранные углы, в частности, там треогранный угол. И аналогия между теоремой, что всякий каждый плоский угол треогранного угла меньше суммы углов величины остальных плоских углов. И всякая сторона треугольника меньше суммы, но больше разности двух других. Здесь как раз таки аналогия и по формулировке, и по методу доказательства. Дальше, как я уже говорил, что те стратегии, которые определяются в учебной литературе, они во многом еще базируются на определенных принципах. Часто это принцип крайнего, принцип герехле. Эти задачи в основном рассматриваются либо на внеклассной деятельности, либо на преподготовке к олимпиадным задачам. В обычной практике, сколько приходится работать и с школьниками, и с будущими учителями, то в основном с этими принципами они не знакомы. Подсчет разными способами. Здесь к этой стратегии может относиться и метод площадей, например. Инвариант распознания того, что будет постоянно, то есть какая величина будет постоянная, на которую мы можем опереться. В частности, здесь приводится пример, связанный с углами. Решение задачи, например, на те же смеси. Там качественные варианты можно выделять, вещество, которое постоянно. То есть задачи присутствуют, и ясно, что этим компонентом, как решать эти задачи, мы должны обращать внимание и при подготовке учителя. Ну и, соответственно, уже опять-таки вернусь к вопросу о выборе стратегии. Здесь необходимо при определении выбора правильно ставить вопросы, что мы должны получить, что для этого необходимо, и уже от этого планировать наши действия. То есть учителя математики поиска ответа на эти вопросы, определить приоритеты при решении задач выбора основных направлений и видов деятельности обучающихся на уроке, ведущие к достижению целей, описание целевого состояния коллектива, с которым мы сталкиваемся, и обоснование совокупности способов достижения целей обучения и необходимых для этого ресурсов. Но здесь уже больше идет именно работа учителя с классом, когда он, ориентируясь на класс, выбирает соответствующую стратегию. И условия выбора этих стратегий, конечно, зависят от целей, которые ставит учитель в своей деятельности. Первое – это дидактические воспитательные цели урока, структурные и содержательные особенности и уровень обученности. Это то, что влияет уже непосредственно на выбор методики обучения. И, ставя соответствующие цели, учитель должен спрогнозировать, какой метод решения соответствующей задачи, и стратегии будут предложены учащимся при решении конкретной задачи. Ну и на слайде вы видите расширенная такая таблица, которая рассматривает методы не столько решения, а сколько деятельности учителя, но они включают в себя как раз-таки и элементы стратегического планирования и выбора, соответственно, тактики решения при решении конкретной задачи. Здесь я опираюсь, конечно, на исследования, которые проводились в школе Юрия Константиновича Бабанского по оптимизации методов обучения. По каждому из этапов предлагаются определенные виды деятельности и методики, которые рекомендованы к использованию. И в заключение хотелось что отметить, что в преподаватуре учителей математики, осознавая то, что порой не хватает учебного времени на отработку такого огромного материала с задачами, и то, что обучение должно быть практикоориентированным, у себя на факультете, в силу того, что существует и успешно функционирует воскресная математическая школа, порядка четырех слушателей посещает ежегодно эту школу, программы от четвертого класса до десятого, то есть в рамках воскресной математической школы мы привлекаем своих студентов для формирования вот такой профессиональной культуры работы с задачным материалом, ну как работа обычно строится. Занятия у нас открытые, то есть студенты могут прийти, посетить, посмотреть, поучаствовать в проведении занятий. Слабых студентов очень часто приглашаем на то, чтобы они пришли и целенаправленно поучаствовали в работе. Здесь вот на прошлый семинар был, у Аисея Владимировича была тема принуждения к обучению. Как раз-таки здесь тоже идет некое принуждение, просьба, так сказать, просьба слабых студентов прийти и переписать какую-нибудь самостоятельную работу, контрольную и в процессе переписывания, начинающих этих студентов как бы затрагивать и включать постепенно в работу при решении определенной задачи вместе со школьниками. Тем самым показывая, что тот материал, который изучается в УЗИ, он актуален именно и в профессиональной деятельности. Часть студентов привлекается к работе в математической школе, пройдя определенные этапы, становятся с преподавателями и под наставничеством сотрудников опытных проводят самостоятельные задачи, реализуют свои программы дополнительного образования. Поэтому такое наличие дополнительной возможности организовать педагогическую деятельность в стенах университета, конечно, это плюс к профессиональной подготовке. И, соответственно, так как в математической школе все-таки рассматривается много задач нестандартного, есть возможность отработать и получить соответствующие компетенции по решению нестандартных задач. Дорогие коллеги, спасибо за внимание. Спасибо. Прошу вопросы. А вот вы правильно говорите, что преподавать в школе математики нельзя в логике ученого-математика, нужна адаптация к логике школьника. А вот в ПИДУЗе преподавание в логике ученого-математики ведется либо в логике школьника, либо в какой-то логике студент, если она отличается от школьника. Спасибо за вопрос. Я опять вернусь к первому слайду, где я говорил о ценностных, мотивационных аспектах. Те, кто идет в ПИДУЗ, они заинтересованы больше педагогической деятельностью. И преподавание, раздел о высшей математике, должно проходить через сито профессионально ориентированных направленностей. Вот здесь Александр Иванович Маркович действительно прав, он этот принцип заложил, профессионально ориентированное образование. То есть все, что излагается в курсах математического анализа, в геометрии, в алгебре, в теории чисел, все это должно подкрепляться, где это использовать можно в школе. И тем самым это будет понятно, зачем. А вот как-то, я сам, поскольку кончал классический университет математики, для меня, конечно, логика школьника была темным местом, и нас никто этому не учил. А вот как в ПИДВУЗе, все-таки эту логику надо к ней быть готовым в ПИДВУЗе, а не потом, так сказать, на методом пробной ошибки включаться в школе. Как в ПИДВУЗе учат учителя уже вот переходить на эту логику? Поскольку, я насколько понимаю, все-таки в ПИДВУЗе математики излагаются на достаточно высоком научном уровне, и учителя воспринимают именно в начале в логике ученого математика. А вот как его учат переходить туда, ниже? Ну, действительно, те, как бы, дисциплины, которые читаются в ПИДВУЗе, они фактически во многом коррегируют и с подготовкой в классическом университете. Тем более, вот что сейчас получается, чтобы, как бы, вот картинка была понятна. Многие классические университеты либо были созданы на базе ПИДВУЗов, либо, наоборот, сейчас стали вводить в себя ПИД-специальности. И вводя в ПИД-специальности, вот эти стандарты, которые сейчас действуют, они, ну, как бы, что делается? Берется просто классическое образование университетское, то, которое было для математики, переносится на подготовку учителей. При этом не всегда, не всегда идет понимание, что учителю, например, там, вот этот раздел математики, он не совсем нужен, но ему нужен другой раздел. Ему, например, нужны методы изображения, ему нужна конструктивная геометрия, а вместо этого идет усиленная подготовка по дифференциальной геометрии и по топологии. Это тоже надо, но не в том объеме, а то, что надо, оно выбрасывается из подготовки. Ну, дальше, например, в силу тех требований и сокращение программы начинается уже вообще до смешного дохода. Например, дисциплина, аниментарная математика, математическая физика. То есть, это тоже можно наблюдать. Поэтому, проблема, то, что у нас разрушено единое образовательное пространство. Разные структуры занимаются подготовкой учителей. Там, где сохранилась классическая подготовка, ну, опять-таки, это ориентир, ориентир идет на те базовые учебники по геометрии, которые были созданы в 80-70-х годах от Иносян, Базелев, Дуничев. там же хорошее содержание и продуманное всего курса геометрии. И еще раз повторюсь, да, что вот к этому еще добавляется, а как то, что там, как это в школе может быть использовано. то есть, ну, по своей карте, я могу сказать, что у меня большая часть преподавателей прошли в школу, поэтому имеют опыт работы со школьниками. Те, кто не имеет опыта работы со школьниками, сейчас его получают либо в ответственной школе, либо в математическом центре Южного федерального университета, в лицеи, поэтому математический анализ, ну, там же изучая производные дифференции интегрирования, там же есть над чем поработать. Например, интегрируем мы, там же взять, посчитать, вычислить интеграл, необходимо знать определенную подстановку. Но мы же можем предложить уравнения, в которых эта же подстановка помогает решить уравнения. Например, реанометрические подстановки при решении рациональных уравнений, при решении логических уравнений. А вот еще, я уже извиняюсь, злоупотребляю, может быть, еще вопрос. А вообще есть вот либо умо, либо какая-то вот структура там, ну, в российской образовании это нет сразу, к сожалению, где вообще должно быть, которая пытается как-то сопрять предметное содержание школьной математики и предметное содержание педвузовской математики. Или здесь это два таких процесса, которые, ну, сейчас никак не связаны по-серьезному, на серьезном методологическом и затем на методическом уровне. Ну, как бы, вот сейчас умо существует по специальности. Но занимается ли она решением этой проблемы, скорее всего, это решение спускается, благодаря нашим стандартам, спускается именно на ВУЗ и на тот коллектив, который работает. если у вас есть преподаватели, которые интересуются, например, определенным разделом математики, этот раздел математики появится в учебном плане. Нужен он учителю, не нужен, это уже, поэтому там, где остались классические такие вот коллективы, которые ориентируются на отечественный опыт, там, скорее всего, будет подготовка как бы учитывать то, что было когда-то. Новые кадры приходят и... Понятно. То есть полное самодеятельство, грубо говоря. Раньше это был институт ИСМО, так называемый, они все-таки как-то, ну, мне трудно тоже говорить, это до меня было еще, когда я уже пришел в локодительное образование, к сожалению, порушили все эти вещи. Там хоть занимались серьезно, так на системном уровне. А сейчас, вот говорю, если смотреть то, что у нас в Академии образования делается, у нас просто нету научной структуры, которая бы сопрягала с содержанием. И содержание, оно, сами видите, формируется. Один академик, например, значит, Пантрягин начинает кричать другого академика, когда проводится математическая реформа, в конечном итоге определяется содержание не на уровне, так сказать, научно обоснованном, а какой академик какого пересилил. Ну, Пантрягина тогда пересилили, Калмагоров пересилил, и вот для продвинутой математики там много еще было хорошего, полезного сделано, а там, где вот массовая математика, там много чего ухудшили. И вот действительно, я думаю, что одна из проблем в математическом образовании школьном, и педузовском, да и выше, то, что вот нету действительно научных структур, которые бы серьезно эти вопросы изучали, а на уровне значит, ну, таких индивидуальных исследований, на уровне просто интереса ученых, кто-то хочет заниматься, такую проблему не решишь, потому что это сложнейшая проблема с сопряжением. Вот сейчас мы, наверное, кувыркаемся тоже во многом из-за того, что не сопережены предметное содержание педузовского и школьного. Можно это дополнить, как бы ответ. Сейчас же обсуждается проблема о том, какая модель будет, там 2 плюс 2 или еще что-то. А так как педобразование идет единым блоком, куда входят и математика, и физика, и химия, и начальное образование дошкольное, то, представляете, если вводить 2 плюс 2, когда 2 года будут все изучать что-то общее, а потом только начнется какая-то специализация, мы за 2 года потеряем людей, которые интересовались математическими дисциплинами, физическими, то есть такое делать нельзя. Но опять-таки здесь должен быть некий центр, который направляет именно математическое образование, иначе получается, что включено в общепедагическое, где ему приходится конкурировать с другими специальностями, которые не математические, у них совсем другая проблематика, они не понимают, что здесь, например, та же проблематика, когда мы составляем учебные планы, мы выходим на практику, нам нужны 5-6 класса, одна математика и возраст, 7-й, 8-й, 9-й класс, другая математика, возраст, 10-й, 11-й, то есть нам как минимум надо 3 практики, связанные, ну, те, кто не понимает, поставят 1-2 практики и скажут, вам достаточно. Следующий момент, я же, вот, Министерство Просвещения обеспокоилось, составляется ядро педагогического образования, они хорошо сделали, но они сделали хорошо в плане именно учителя, не предметника, а как учителя, который работает с детьми, они фактически взяли советскую систему подготовки по педагогике, психологии, медподготовке и прочее, прочее, но при этом увеличив педагогические практики, опять, это в связи с тем, что нехватка учителей, поэтому хотят, чтобы учителя быстрее пошли в школу, но при этом на 175 кредитов идет на профессиональное образование, на математическое, сокращение и по дисциплинам, и по содержанию идет, то есть у нас не получится этот закон, когда количество переходит в качество, то есть у нас не нарастится количество, чтобы сформировалось хорошее мышление математического учащиха, чтобы у них было богатство знаний, позволяющие им обладать определенным прогнозором в решении задач. Количество гробит качество, если что, грубо говоря. Спасибо. Позвольте вопрос. Спасибо, Валерий Семенович, да. Можно? Можно? Спасибо. Значит, у меня несколько вопросов есть. вот, один вопрос содержательный. Значит, в вашем докладе было представлено очень много задач, но они в таком темпе были слушателям предъявлены, что даже прочитать условия иногда не успевал слушатель. Посему, так как я успел прочесть с экрана некоторые задачи, вот одна задача, которую вы назвали практикоориентированной. Значит, можно ли поместить всех жителей Вселенной на территории Москвы и области? Мне совсем непонятно практическая значимость этой задачи, во-первых. Во-вторых, непонятно, что значит разместить, в каком утилизированном виде запросто даже меньше территории понадобится. Поэтому вряд ли такого сорта задачи можно предлагать как практикоориентированные и интересные для чего-то. Это мне так кажется. Может, я не прав, но какое-то у меня такое ощущение сложилось. И одна задача, которая несколько вызывает сомнения большие в самой постановке. Вот вы там фигуру разбивали прямой на две равновеликие фигуры. А что вы под фигурой понимаете? И более того, если непонятно, что такое фигура, что такое опорная прямая для этой фигуры? И существует ли она такая, которая вам нужна? фигура ограниченная или неограниченная? Если я к фигуре добавлю точки плоскости с рациональными координатами, то никаких ваших опорных прямых речи там не пойдет. Поэтому вот здесь мне кажется чуть-чуть аккуратней постановки задачи должны быть. Почему вам фигура нужна? Вы работаете на уровне школьных учителей. Ну, скажите, что это многоугольник в конце концов. Пусть даже не выпуклый. А даже для выпуклого это все равно интересно. А для выпуклого у вас все пройдет рассуждение. Что вот перебарщивать с количеством задач, не иметь возможности слушать или разобраться, ну, наверное, не так стоит. Я соглашусь с вашим замечанием. В данном случае задачу я использовал как иллюстрацию того, что говорил. И вот первая задача по разместить. Эта задача как раз как пример была то, что предлагалось в тех сборниках задач, которые были разработаны в 70-х годах по поручению Министерства просвещения Российской Федерации. И вот те вопросы, которые вы поставили, они же могут быть обсуждаты. Как разместить этих людей? И учащиеся могут предлагать разные варианты. Ну, один из вариантов у нас есть тактическое оружие, которое разместит. То есть тут можно выставить, да. Конечно, при формулировке задачи надо обращать внимание на корректность, на вторая задача. Вторая задача не я ее автора, эта задача взята из рекомендаций для учтей математики сборника касающихся преподавания алгебры и начала анализа. Нет, вы нас авторитетами не давите. Я просто говорю, что вот откуда поэтому действительно здесь, я хотел сказать, что вот есть такая задача, но к ней можно подводить, рассмотреть действительно различные угольники и можно их разбить проведением прямой на равновеликие. Это мы понимаем, но просто вот так, как она поставлена, и так, как вы предлагаете ее решить, но как бы не математика уже, это как филология больше. Ну и еще один вопрос, это уже извините, мета математический вопрос. Вот вы говорите о стратегии обучения или стратегии решения задачи. Значит, а если человек просто знает, как решить задачу, умеет объяснить, умеет подсказать школьнику, как найти решение, но ни хрена не понимает вашей терминологии. Он же все равно имеет право с детьми работать. Поэтому вот эта методическая часть, она, наверное, важна для методистов, но так ли она важна для студентов, которые хотят стать учителями. То есть они могут освоить ее, но вряд ли они в своей работе должны использовать эту терминологию. какую-то структуру, может быть, в голове должны держать. Спасибо за вопрос. Да, действительно, использование разных понятий, терминов в методике в данном случае я попытался провести сопоставление, как это связано с юристическим подходом и юристиками это называлось в методике. Сейчас появляется литература, где это подменяется термином стратегии, на что мне на конференции Алексей Владиславович указал. И теперь для себя поработав с этим материалом, прохожу то, что все-таки стратегию надо рассматривать как некое планирование в решении задачи. Не обязательно этим термином пробовать. Если мы говорим как о стратегии планирования, то мы здесь используем технологии деятельного обучения. То есть цель задачи, средства, анализ вот этого всего позволяет нам решить, наметить планы решения задач. Изобретение новой терминологии и как бы структурирование с использованием этой технологии все-таки в большей степени относится к тому, что людям купить хочется. И значит нужно что-то предложить свое понимание. То есть оно вряд ли имеет непосредственное влияние на обучение. А если вот вы несколько раз ссылались на авторитеты там вот какие-то что это задачи вот такие авторитеты, другие. Сегодня на семинаре присутствовал Владимир Михайлович Тикамиров, сейчас его нет, к сожалению, он ушел, а так бы мы его спросили. У него очень много было опубликовано его исследования его собственных мыслей по поводу решения задач и оценки трудности, сложности задачи. Вы используете терминологию трудность-сложность, а в чем различие между этими терминами? Понятно. Вот я небольшой специалист в этом деле, поэтому я могу только догадываться из ваших слов, что вы имеете ввиду. трудность субъективное понимание зависит от количества действий, например, которые мы можем произвести при решении задачи. Так мы можем решить задачу используя 20 действий, а может одно действие. Так что извините, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Еще пожалуйста вопросы. про. Так, ну можно я постараюсь немного? Юрий Викторович, вот вы сделали доклад, но я не услышал, что вы в своем докладе как бы не рады ни разу не употребили слово мышление, например. Чему вы учите? Ну вы учите нестандартного мышления, абстрактно-логического мышления, которое тесно, естественно, связано с наглядным мышлением, образным мышлением. Без этого не может быть и речи ни о каком развитии. Но у вас этого, например, я не услышал таких слов вообще. Стандартное, нестандартное, но тоже это относительные понятия. Как переходит в стандартное, нестандартное переходят в стандартное у учителей или учеников там тоже как-то это была бы интересная сторона услышать. Вот. Потом нет такого диалектического противоречия, как речь письменная, речь устная. Они тоже находятся в противоречии, их надо лишать это противоречие. В процессе развития мышления это совершенно необходимый компонент. Я с этого тоже не услышал ни разу. Как вы понимаете, ребенок письменно объяснил задачу или устно объяснил или вообще понимает он письменную или устную речь. Без этого же тоже как-то нельзя. Потом противоречие знания и практика. Это же тоже диалектическое противоречие, между которыми находится может быть много звеньев связано. Но у вас ни одного звена я не увидел как бы не сказали ничего про это. Хотя многое вы так и сказали такое о двух сторонах процесса образования двойном таких двойных диалектических сторонах. То есть стандартная нестандартная теория практика анализ синтез вы сказали индукция дедукция сравнение классификация спратегия тактика теория практика знания умения в общем вот в таком плане как-то я вижу что вы ведя такую большую практическую видимо и теоретическую деятельность но в то же время в своем докладе не отражаете этого диалектических сторон то есть как перетекает одно другое но сегодня нестандартная задача а завтра она будет стандартная а как вот этого добиться то есть вот этого я всего от вас как-то в этом докладе не очень хорошо просматривается вы много конечно сказали и понятно что это все ценно и важно но вот на этой стороне как вы это все прокомментируете спасибо за вопрос Константин отчество не знает Андрей да действительно я в докладе не остановился на проблеме формирования мышления всякая задача она подразумевает и поиск решения и размышления на ДТЗ подразумевает определенный тип мышления который будет формироваться мы на что-то будем нацеливаться например решая задачи я приводил с перпендикулярными плоскостями к основанию смежными перпендикулярными плоскостью основанию пирамиды здесь мы затравим формирование пространства мышления рассуждая ученик представляет себе как это будет и стереотип покажет что такой фигуры не будет поэтому действительно в докладе надо было наверное сделать акцент не столько на большом объеме задачи на качественных переходах и формировании мышления участия при решении конкретного вида задачи это да это не сделано это ну как бы не стало интереснее было бы услышать как вот такие вот количества переходят в качество как там вот отрицание происходит то есть сохранение всего ценного но что-то переходит в новое вот это было бы интересно как бы ну до времени психология я бы отметил что вы как-то психология это надо ее знать то есть восприятие ощущения ассоциации тоже как бы огромную роль играют при этом процессе умения знания навыки умения вы умения поставили впереди навыков когда хорошо известно что навыки это нейродинамический процесс а умения это психологическое состояние психическое состояние как навыки переходят это то есть вы как бы тоже не отражаете и не рассматриваете с этой стороны точки зрения то есть неправильно просто воспринимаете по-моему этих вещей а в вашей деятельности это очень важно навыки а психическое состояние вот до чего надо дойти то есть когда навыки развиваются навыки накапливаются приходит психическое состояние человек это психика уже это совсем другое дело другое совершенно качество и на это осознанно надо не просто так оно и так получится вы будете что-то делать оно получается но КПД будет совсем другое если это осознанно делать знать с полным пониманием того что мы знаем о психологии мы многого не знаем понятно говорят а мы не знаем что там в голове конечно мы многого чего Но то, что зная, это уже нельзя ему противоречить. Если это уже подтверждено, уже тысячу раз, в миллион раз подтверждено на практике, зачем же противоречить тому, чего уже все знаем мы? Это надо просто учитывать и принимать к сведению, делать так, как это наука говорит, психология. Спасибо большое. Вам большое спасибо, Андрей. Очередной ориентир, на что обязательно мне надо обратить внимание, что для наших студентов, ученых в программе, читается курс «Методы решения нестандартных удач», «Методика обучения решения нестандартных удач». И вот здесь у нас действительно есть прокол, который надо восполнять, и вот ваши идеи здесь. Еще мне понравилось ваше замечание, что эти физики нет. Если физики нет, то и математику будут-то неплохо знать. Физику надо совместно как бы. Если знают математику, он и физические задачи будет решать. Но если он и физические задачи решает, он будет лучше знать математику обязательно. Лучше воспринимать и сказать. Опять же тоже. Единство и противоречие двух противоположностей. Вот. Это правильно. А вот еще. А еще хотелось бы. Еще один момент. До содержания доклада вернемся. А то сейчас Константин Андреевич предложит рассказать всю психологию и философию, и математику, которую Юрий Виттарь знает. Доклад все-таки ограничен предельным докладом. Алексей Владимирович, ну здесь проблема действительно поднимается, Константин Андреевич, это вот знание современных учтей математики, смежных областей, где математика применяется. Сейчас это действительно проблема, и чем больше мы будем готовить по тем программам, которые сейчас есть, она будет все время выплывать. Это все хорошо, проблем много, но наш доклад посвящен стратегиям решения задач, а не решение проблем образования учителей в области физики. Вот, вы знаете, на самом деле несколько такое расплывчатое впечатление от доклада, потому что вы рассказывали про решение задач, как про самоцельку. Вот, и поэтому как раз по стратегии-то ничего не всплывло такого ясного и прозрачного. Все-таки решение задач, оно зачем? Да? Вот, как бы, если мы даем решать задачи, ну там стандартные или нестандартные, хотя я вот не очень понимаю, речь идет о нестандартных задачах или о нестандартных способах решения. Вы рассказываете, вот задача, ну можно ее решить стандартно, там формулу герой. А можно решить, да, но это тогда не задача, не стандартный, а способ. Вот. Но все равно, если мы, так сказать, решаем с детьми какие-то задачи, то зачем? Зачем? Если это ради развития мышления, то тогда мы можем говорить о стратегии развития мышления с помощью задач. Тогда вот, как бы, возникает вопрос, какая это стратегия, что вы хотите добиться и как эти задачи работают на этой стратегии. Не просто потому, что они нестандартные, а как они работают. То есть тут может быть и вариант, когда нестандартная задача служит для проблематизации имеющегося способа и для введения нового. Ну вот, мы не можем решить задачи имеющими способами, а вот оказывается, может, по-другому. Нестандартная задача может использоваться наоборот, человек как свой способ какой-то, а вот эта задача, она выводит его за границы привычных условий. Но этим способом решается. Ну, нужно только вот каким-то образом ее пошеветь. Нестандартная задача может использоваться для, конечно, вот какой-то для стратегической работы. Потому что в ней нужно собрать, ну, так, эти задачи на эту тему, это на эту тему, это на эту тему, а есть задачи, которые все вместе собираются. Да, то есть они выполняют функцию сборки разных представлений и разных способов решения. Ну, то есть, как бы, задача может использоваться с разными целями. Да, и тогда можно про, вот, как бы, стратегии решения задачи, именно как стратегии развития мышления с помощью задачи. Да, становится понятным, в чем стратегия. И, как бы, а если понятно, в чем стратегия, тогда становится понятно так. Да, то есть, эта задача, она служит той или иной цели конкретной, и тактика ее решения, ну, со школьниками, да, она такая. То ли их надо завести в тупик, и пусть выбираются, то ли их надо завести в тупик, и что-то им подкинуть интересное, то ли им надо дать 20 задач, и сказать, пока не решите, за что-то не примут. Ну, как бы, тактика, она получается. Вот. Опять же, со студентами. Ну, вот, Николай Дмитриевич спрашивал, как, как бы, математика и педагогическая подготовка, да? А зачем нестандартные задачи со студентами? Ну, конечно, можно их самих учить, а то они и стандартные задачи решать не умеют. Вот. Но, с другой стороны, чем нестандартные задачи хороши? Они позволяют вытащить наружу, как человек думает. То есть, они сложные для человека, да? Вытащите студента в доске, и он с этой задачей мучается. А все остальные сидят и наблюдают, как он думает. И это, как бы, очень важный элемент в формировании уже педагогического мышления. Потому что школьник будет думать точно так же, но учитель его в обычной ситуации не увидит. потому что это, так сказать, ну, невидимо. А тут вот в этой лабораторной ситуации можно увидеть, что человек пошел туда, потом пошел сюда, потом пошел сюда, потом пошел сюда, потом, наконец, куда-то вышел, да? Вот этот процесс, когда на него посмотришь, после этого уже совсем по-другому. Смотришь на детей, которые сидят и над задачей думают, да? Учитель-то обычно как видит, ребенок на полторы секунды задумал все. Так, Вася, давай, решай, 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 да? Скорее, да? А можно понимать, что у него происходит процесс, что он, может, минуту будет думать, две, три, а потом начнет решать. И это надо спокойно стоять, смотреть, как это происходит, и как бы внутренним взором видеть, как у него двигаются мозги, хотя снаружи это нет. То есть для подготовки студентов эти задачи можно как раз с этой целью использовать для того, чтобы увидеть на его процесс мышления, о котором потом нужно будет только мыслить. То есть вот как бы если мы решение задач смотрим как самоцель, то вот как-то оказывается непонятно. Ну а если их поставить как средство для того, чтобы и формулировать, для чего, то становится понятным вопрос о стратегии такси и о том, как это собирать. Так что вот если вы как-нибудь подумаете и расскажете именно вот эту сторону, вот это было бы очень интересно. Да, действительно, Алексей Владимирович, здесь поднят вопрос именно уже работы, методики, технологии работы с этими задачами со школьниками и с обучающими, давайте так шире говорить. Это вопрос был у меня как бы смазан в конце. Потому что действительно мы планируем, выбирая метод, способ решения, прогнозируем, с каким контингентом мы работаем, какую цель мы ставим, предлагая данную задачу, определяемся с тем, что мы сделаем, какие вопросы будут заданы учащимся для того, чтобы они приступили к решению. И вот здесь, ну может быть, я не прав, даже совсем глупые, может быть, вопросы задавая, вводя обучающихся, может быть, какие-то неправильные направления решения, это тоже надо поощрять. А у нас порой учителя боятся задавать глупых вопросов, как бы выглядеть перед учащимися некрасиво, так сказать, в кавычках. Хотя вот действительно, вот всякие вопросы надо задавать, чтобы запустить процесс мышления, как катализатором выступать. Ну, в общем, как бы это интереснее, чем представление всех известных классификаций стандартных задач, тем более, что их смысл обсуждать только в контексте того, какую проблему они решают. Потому что каждый автор, он классификации делает, исходя из какой-то конкретной проблемы, какого-то конкретного вопроса, который ему нужен. Один классификации делает, имея в виду детей там, младших школьников, и его интересует там, просто, да, формирование математической грамотности. У другого какие-нибудь там спецшколы математические, его интересует развитие дивергентного мышления. У третьего еще что-то, то есть, как бы, не имея вот этого контекста, эту классификацию, ну, смысл ее понять невозможно. А тогда, ну, а что? С этими вещами всегда надо говорить про какие, в каких условиях эта классификация делается, и ради чего. Может быть, что для ваших целей это к вашим целям никакого отношения нет. Можно я... Репликум? Да-да, Валерий Васильевич. Ну, кто о чем, а я опять о содержании. Вот вы напомнили здесь о задаче там геометрической. Длина сторон треугольника корни квадратные из натуральных чисел. И заведомо повели по ну, неверному пути применить формулу, которую привычно все называют формулой Герона. Это корень квадратный из произведения там четырех множителей. Но это не есть формула Герона. Формула Герона связывает квадрат площади с квадратами длин сторон. Поэтому для такой задачи вот метод, когда вы достроили до прямоугольника, это эксклюзив. а для остальных задач это правильное понимание формулы Герона. Если мы правильно понимаем формулу Герона, то привычная формула Герона, она получается из нее, ну, с помощью тяжелейших, применения тяжелейших правил сокращения и ничего больше. Ставить во главу угла использование этой формулы, ну, не совсем верно. Это то, что используют учащиеся и студенты, когда предлагают такую задачу, они сказали, вот по формуле Герона мы сейчас так запишем, а записав... Значит, они не знают, что такое формула Герона. Значит, обучить их надо к этому, что формула Герона все-таки другая формула, из которой вот эта вот формула получается логеврорически... Надо посмотреть, что в Википедии написано про формулу Герона. Сейчас посмотрю. Я не знаю, что написано в Википедии. Столько умных людей, что за всеми не уследили. Что они... В школьном учебнике приводится вот так вот в таком виде, поэтому как бы большинство и опирается на... Еще раз, берем форму улучшения площади треугольника по двум сторонам и углу между ними, пишем теорему косинусов для... И исключаем угол. Все. И получим... Такой вариант тоже использовали в решении. И он проходил, как был. Извините, это не то же, это и есть по Герона. То есть, квадрат площади выражается через квадраты длинных. Именно такое. А потом из него... А в Википедии в учебниках написан вот этот корень из произведения. Ну, что же делать? Ну, идиотов полно. И в школьных учебниках. Не то, что идиотов, просто все люди переписывают. Это трансляцию идет. Как человек научили, так он и переписывает. Он же с Героном не встречался. Лично не встречался. Я тоже. Но для этого историю математики надо изучать. Нет, говорится о формула площади. А площадь – это С. И поэтому ученику для того, чтобы ответить на вопрос, какова формула площади, когда дается там первая формула, вторая, третья, удобно, конечно, сказать, что а еще есть вот такая, С равно. То есть, здесь, скорее всего, только так. Нет. Я согласен, что есть привычка. Я о другом. Если правильные книжки в детстве читать, а не только в Википедию, то проблем нет. Валерий Кирон говорит о том, что формула Герона в этом нестандартном решении выражена прямым образом. А та формула, которая используется в произведениях, это не формула Герона, а просто... Простой вывод из этого. Ну, это следует. Некоторое. А можно я все-таки вопрос задам? Давайте, задавайте. Я правильно понимаю. Ну, во-первых, в названии темы доклада есть как бы аспект, в каком аспекте выбор стратегии решения задачи рассматривался как компонент профессиональной подготовки будущих учителей математики. То есть, вы целью фактически, вернее, вот этот выбор стратегии рассматриваете именно подход к решению вот этой цели, как подготовка профессиональной деятельности. Ну, действительно, у меня вопрос такой. То есть, если так, то непонятно. Ну, мне, во всяком случае, было. Но у меня вопрос такой. Я так понимаю, что это какой-то есть у вас курс в учебной программе вашего вуза для конкретных студентов конкретного там курса, да, имеется в виду. И вот у меня вопрос такой. Вы же готовите студентов будущих тире учителей для работы в школе. То есть, они должны прийти и работать школьным учителем. И тогда возникает вопрос, что вот эти нестандартные задачи, они либо будут какими-то изюминками на уроке крапляться туда, либо они, может быть, будут встречаться при углубленном изучении математики, как некие блоки, как доп.задачи или в курсах каких-то, где там вот конкретно логика, комбинаторика, там принцип дирехлей и так далее. То есть, это как блоки идут. Или в доп.образовании в работе с кружками. И вот нестандартность и стратегия, насколько они, как бы это сказать, сочетаются с ну вот с выбором вот этих направлений. То есть, вы их учите всех, кто пришел, кто даже стандартные действительно решать не может, учите всех умению решить эти нестандартные задачи для того, чтобы они потом пришли в школу и определились, будут ли они кружок вести, будут ли они в углубленном изучении, или будут они в массовой школе. Я правильно понимаю, так это? Или вы выбираете каких-то студентов для них, для этой группы реально учить их решать вот эти нестандартные задачи? В данном случае, вы, если право, у нас есть в программе курс с похожим названием, есть курсы олимпиадной математики, и это курсы рассчитаны на всех студентов, которые к нам пришли. В зависимости, соответственно, контингента курса, задачи подбираются, они могут быть сложнее, труднее, как я уже сказал, есть у нас воскресная математическая школа, есть СУНС при Южном Федеральном Университете, где наши студенты работают. И вот для тех более, так сказать, продвинутых студентов, которые заинтересовались этим вопросом, они получают возможность более углубленно получить образование вот в этом направлении, привлекаются к деятельности в воскресной школе, привлекаются к деятельности уже как преподаватели в СУНСе. И, опять, что еще? У нас есть практики различные. На втором курсе, например, практика по организации внеаудиторной деятельности. В рамках этой практики студенты обучаются, как организовывать дополнительные образования, та же неделя математики. Ясно, что второй курс еще как бы рано рассматривать весь аспект, но отдельные задачи ориентированы, например, на пятый, шестой класс. Здесь можно рассмотреть по интересам, выбирая различные направления. Извините, я поняла все. То есть вы даете ту необходимую им базу для решения нестандартных задач, с которыми невозможно встретиться, а может быть и не встретиться, и чтобы они умели их решать. А далее уже... Будут требовать в школе первое работать по учебнику, второе давать олимпиадников, третье давать проекты. Все, вот три блока, которые учитель обязательно должен уметь делать. и вы восполняете тот пробел, скорее всего, у массового студента, так скажем, который ему в школе не додали именно как массовому ученику. Ну вот мне так кажется. Не знаю, насколько это верно. И это тоже, ну еще есть студенты, которые проявляют наибольший интерес. Существуют студенческие научные кружки. Понятно. И соответственно эти вопросы рассматриваются на определенных кружках. у нас на кафедре три организована кружка для студентов. Тех, кто желает заниматься больше методикой, разрабатывать различные методические вопросы, рекомендации по изучению отдельных вопросов. А есть именно кружок, посвященный решению задач такого плана олимпиадных. А вот надо бы разработать методику обучения, методику обучения решению этих нестандартных задач. Потому что это некий инсайт, который, если ребенок талантливый, так скажем, а в кружки и в олимпиадные и в другие приходят дети скажем со способностями, то есть их отбирают туда и в Сунцы, и в воскресные школы там тоже выделяется. Но это не всегда как бы не для всех нужно, а если это нужно не для всех, то тогда это все-таки вот эта методика обучения решению задач как вход. Она очень интересна, но ее практически нет. Как-то какое-то время назад, буквально еще минуту, я предлагала, давайте мы разработаем, мы отрабатывали сборник олимпиадных задач с нашим коллегой здесь, и он чистый математик был и олимпиадник, а книжку хотел написать так, чтобы учителя ее взяли и пошли в массовую школу, в свой класс работать со всеми. и когда мы с ним писали эту книгу, но он попросил меня редактировать ее и вносить свои комментарии, то он ни в коем случае не хотел подробно расписывать решение задачи, именно как олимпиадник. Зачем это нужно? Это и так понятно, дети и так, но вы же пишите для учителей, вы пишите для конкретной Марии Ивановны, которая придет из вуза в школу и тут же сразу с первого дня потребуют олимпиадные задачи, которые должны решать дети. Поэтому вот если бы эта методика была разработана, то это был бы просто большой плюс. И мне кажется еще это как-то просто дополнение, вот слово стратегия здесь вообще никакого смысла не имеет, вот вообще. То есть если ее действительно о ней говорит, как о стратегии, то тогда надо выносить ее в какое-то поле и показывать, что вы имеете в виду под стратегией, когда это просто методы решения задач. И все. Ну вот мне так показалось, возможно, что я буду... Я сказал, что это так от близкого. У них как называют стратегии, но у них стратегии все шубок называют. Ну как бы маркетинговый ход для продажи. Да, 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 да. Стратегия продаж, да? Что это такое стратегия? Ну как раз вот. И появилась такая литература и как бы работа с учтением, мы вынуждены знакомить их с литературой и говорим, что вот есть стратегии, что теперь под этими стратегиями может пониматься? Есть ли альтернатива в наших методиках отечественных, чем это можно заменить или сопоставить? Спасибо. Продолжаем. Вот этого разговора небольшое замечание. Можно? Извините, что время отнимаю. Вот в свое время, когда Алексей Львович Семенов был ректором педагогического университета Московского, он пригласил меня поработать в педагогическом университете и цель я сформулировал, что я могу сделать. Попытаться, вот я считаю, что студенты, которые обучаются в педагогическом университете, будущие учителя, они сами должны уметь решать задачи. Уберем слово вообще нестандартное, уметь решать задачи. А оказалось, когда пообщался с этими студентами и с коллегами, профессорами, работающими в этом университете, оказалось, что они не умеют решать даже стандартные ягушные задачи. Я понимаю, что слово яга запрещено здесь у нас на семинаре, но стандартные задачи, которые сейчас актуальны для детей, для учеников, выпускники педагогического университета сами не умеют решать. Поэтому вот это, мне кажется, достойная цель подготовки учителей, чтобы они умели решать задачи. Начнут уметь решать задачи стандартные, тогда следующий шажок, переход к нестандартным и так далее, и так далее. А требования, чтобы они учили детей решать олимпиадные задачи, это вообще запредельное требование, потому что тот человек, который требует это, он сам ни хрена не понимает, что такое олимпиадная задача, и как хотя бы одну решить. Извини. Я с вами согласен, потому что сейчас в школах олимпиадное движение развивается, и почти все учащиеся классы должны участвовать в олимпиаде. Сейчас уже девальвировано, то есть столько олимпиад разного уровня, и такие они все принудительно, обязательно принудительные, что среди этих олимпиад много-много мусора. Они загружают и работы учителей, и пугают детей. Когда ребенок приходит на олимпиаду, ничего не может решить, он понимает, а зачем я здесь, и у него как бы самооценка падает. мы в прошлый раз, когда Назар Сергей Зеевич выступал, как раз обсуждали, что учитель может олимпиаду проводить в своем классе, с детям друг для друга придумывают задачи, и это превращается в такую игру, а тем не менее, решение задачи, которые придуманы с хитростью, оно как раз и стимулирует мышление и самоотношение к людям для одного соревнования. Потому что даже надо идти, понимаешь, что задачи могут хитрить, поэтому надо зубы подносить. Здесь, к сожалению, административный ресурс работает, министерство требует в СОЖ, то есть непосредственно в СОЖ все, регион, потому что должен отчитаться, регион, соответственно, министерство требует от учителей, учителя требует, ну, то есть это как бы вот такая сошли в СОЖ, она проводится один раз, а подготовка к ней, можно сидеть и тупо рассказывать, как решать задачи, а дети будут тупо сидеть и смотреть, а можно вот закрутить как бы такую игрового типа работу, которая будет выводить на способность хоть какие-то олимпиадные задачи решать. рефлику можно? Да, да, но сегодняшнее обсуждение показывает, что, несмотря на достаточно такое конкретное название доклада, за ним такая шесть кроется, которую за одно заседание не рассмотришь, и сегодня как раз был дан достаточно широкий обзор всего возможного, методов и так далее, которые применяются. Ну, понятно, что с точки зрения подготовки массового школьника часть методов это экзотика, которая, ну, где-то может понадобиться, поэтому может иметь смысл вот еще раз эту проблему посмотреть, и с учетом того, что и вы, как вы, как вы, как вы, как вы говорили, выделить те методы решения, которые важны для подготовки массового школьника, потому что все-таки киндер более-менее хорошо работают, и самые тяжелые вещи, конечно, это массовый школьник, массовый инженер, конечно, методик, это физика была, может быть, вот сделать такой анализ, какие методы наиболее важные для подготовки массового школьника, и более детально рассмотреть, как в том ключе, как вот Алексей Лосалыч говорил, здесь с точки зрения методологии посмотреть, я думаю, что это продолжение такого разговора было бы интересным и полезным. Спасибо. Мы надеемся на продолжение этого разговора с вашей стороны. Главное, чтобы докладчик осмелился после того, как мы его тут пощипали изрядно. Ну, пощипали, но тут вполне разумно и рационально. Тут самое главное, это чтобы докладчик понял, что нам ритуально и все эти, так сказать, ритуально-педагогические вещи совершенно неинтересно. Методологическое основное исследование является тратата, и все просто. Нас интересует ваши результаты, что вы придумали. Про что вас можно спросить? Относительно слова стратегии, понимаете, здесь как раз мне кажется, просто идет мода от управленцев. Они слова не понимают. как математики мы могли говорить просто алгоритмы решения задачи, все понятно, и слово стратегии здесь нужно. Ну, можно методы, если уже педагогическим таким, а не математическим языком. Но у нас же можно, модно, когда там высокий управленец, что он будет говорить об алгоритме. Для него такая стратегия существует. Поэтому мы вынуждены пользоваться словом, потому что она вводится в обиход системы управления. Но мы не можем и через министерство будут гореть на одном языке, а мы на другом тогда все все запутают. Это мне тоже стратегия здесь кажется, но совсем не подходит. Но вынуждены. Во всем придает значительный виду уборщицы. Это теперь клиник сервис. Да, да, да. Ну, куда денешься? Мода такая пошла. Ворониты, фронтиры. правил? Николай Дмитриевич, вы предлагаете как в классике Аркадий не говори красиво. Да, да, да. Когда говоришь красиво, любую проблему можно быстро заговорить. В чем вопрос? у нас тут с Кристином Андреевичем в чате идет дискуссия почему не создана программа. Я написал, потому что нет субъекта, которому она нужна. Кристин Андреевич говорит, что кому-то нужна, но я этому не верю, потому что на вопрос будет ли а не платить за такую программу какую-то сумму, сразу окажется, что она им не нужна. Платить наверное никто не будет, но чем мы занимаемся? Это же надо работать, почему не заниматься? Юрий не нужна. Если никто платить за нее не хочет, значит она никому не За плату получает Юрий Викторович Юрий должны этим заниматься. И мы занимаемся. Ну, понятно, что ограничено. И сто лет компьютеров не было тоже, поэтому мы не могли за сто лет создать компьютер на физику, математику. Но и на самом деле вопрос очень серьезный. Попытки-то делаются, некие срастить разные курсы в школе, естественно, научные и так далее сделать. Но это, все говорят, мне кажется, опять-таки потуги моды. Потому что пока мы не сделаем хорошую программу по математике, а то, что сейчас вывешено на странице на сайте института стратегии развития образования, небольшую работу сделали. Вроде конкретная программа есть, но там проблем много. Поэтому пока мы не научимся делать хорошо туски математики своей, говорить, конечно, о такой стратегической программе все это сложно. Действительно, коллеги, здесь еще один аспект, проблема базовых учебников для подготовки учителей по разделам математики. Если раньше эта проблема решалась, например, заочный институт московский, который выпускал по каждой дисциплине методические рекомендации учебники для заочного обучения с подробным объяснением, как, что, теперь же этого нет и на что ориентироваться при подготовке, на какие базовые учебники. Этого нет. Вы имеете в виду МИО, Московский институт открытого образования? Нет, это сейчас раньше был Московский государственный заочный институт. и, соответственно, выпускал, это на его базе в 80-е годы. На его базе потом организовал СИМИО, я так понимаю. Может быть. И, еще раз, по каждой дисциплине, по каждому разделу, тот же, математический анализ, теория рядов, введение в анализ, интегрирование, выпускались именно учебники, ориентированные для учителей подробным объяснением, разбором задач. Сейчас этого нет. Но учебники-то остались советские. Но, бург не имеет права пользоваться ими, это только остались в личной библиотеке. Либо в интернете. В интернете всё что угодно можно найти. К сожалению, сейчас и по школьным учебникам все пообрубили, оставили по одному. Тоже Моркович непонятно, куда ушел из тиража. И что будут школы делать дальше? Сложно. Кто будет эти учебники делать? Самое главное, кто их будет экспертировать, чтобы пускать в школу все-таки проработанные вещи. Мы столько учебников наплодили, почему в министерстве вынуждено было обрубать и оставить там по одному, потому что проконтролировать не могу этот процесс. Николай Дмитриевич, а разве Моркович ушел? Да, вот в перечне, в новую перечню, Морковича там нету. Я сейчас не помню, какой есть. Маркушевича учебник. А? Маркушевича. Да, с Маркушевича, да? Ну, тут, конечно, можно спорить там и так далее. Я говорю, он сам принцип, а вот он такой. И поэтому, мне кажется, что если не будет все-таки создана такая серьезная научно-методическая структура типа ИСМО, ну, тоже в старом виде это не сделаешь, а ситуация совсем другая. То есть, такой коллектив, который бы на регулярной основе занимался постоянно проблемами содержания математического школьного. Вузы сами разберутся, даже педуниверситеты разберутся, со школьным мы разберемся. Который бы регулярно на системной основе занимался вопросами содержания школьного образования и методик преподавания. Хотя бы аккумулировал опыт, который накапливается и так далее. Но содержание-то должно быть достаточно единым. А мы, кстати, делаем вот растопырку потом. Каждый вуз, каждая школа начинает там... Если бы у нас были сильные коллективы в школах, такие как ведущих университетах, да, пожалуйста, конечно. Но мы же сами понимаем, в каком положении учителя, с их зарплатой, загружить и так далее. И на них еще пытаются там свалить, что они там будут методики разрабатывать. Да и, дай бог им, хорошие разработанные методики, и они бы уже пошли дальше. А этим сейчас никто не занимается. Ну, занимаются те ученые, которым это интересно. Но это же не системная работа. А общеобразовательная школа, она требует очень системной работы. Потому что там любые ошибки и злои, они потом на высшей школе так отыгрываются. Да и на ребятах отыгрываются. Поэтому, мне кажется, надо вообще серьезно будировать вопрос в создании такой структуры. Будет он называться, ну, Световским институтом там, или каким-то научным коллективом. И здесь только не временным. Эта задача не временная. Эта задача, которая придет каждый год постоянно заниматься. Потому что содержание приходится менять. Наука, движется математикой там, движется. Хотели бы мы или нет, мы этим постоянно должны заниматься. Поэтому должна быть структура такая серьезная, основательная, которая будет постоянно много лет заниматься. Ну, это может быть мои фантазии, но если эти фантазии не сделать, мы будем кувыкаться постоянно. Президиум РАО. Николай Медик. Я сразу же говорю, РАО должно участвовать в этой системе. Но после того, как РАО раздраконили с точки зрения научных организаций, там некому заниматься этим. Некому заниматься. А это требует хорошей оплаты, чтобы туда можно было прилечь ведущих учителей, ведущих вузовских, ведущих ученых. А мы все пытаемся так, на уровне, на пальцах решать проблему. Понятно. Но не в нашей этой компетенции. Ну да, но мы-то должны предлагать варианты, потому что если математическое сообщество не сумеет более-менее четко обозначить вообще, что и как бы хотелось сделать, управленцы сами это не сформулируют, или сформулируют так, что мы потом будем опять лбы трещать. Поэтому, да, мы не можем это изменить, но мы должны вырабатывать, вот для чего и наши семинары, мы спорим и так далее. Мы должны вырабатывать некие вещи, которые потом все-таки в мозги управленство вкладывают. Если мы не выработаем, это будет примерно как с концепцией математического образования. Мы написали там красивые вещи, а управленцы принимать управленческие решения на основе концепции развития математического образования невозможно. Потому что это общее положение, которое так были понятны. А как это делать, непонятно. А вот мы должны как раз пытаться искать эти пуди. Как это можно сделать? Самый тяжелый вопрос. Николай Дмитрий, придите к вам по поводу учебников. Вот был хороший учебник, где руководителем авторского коллектива был Алимов Шавкат Алиджанович. Его тоже сейчас не эксплуатируют? Я сейчас не помню, там же перечень для разных классов, разных учебников. Я просто советую в интернете найти, я не помню какой сайт, но это наверняка на сайте Министерства. То есть федеральный перечень учебников для школы. Вот надо посмотреть. И там вы как раз увидите. Потому что он не к одному, поскольку разные классы, там разные тоже. Но от Марковича туда убрали, там остался некий минимум. Я, поскольку я все-таки в школе не преподаю, мне трудно оценить. Хорош там. Я знаю, что Маркович хороший учебник был, потому что мы занимаем... На базе его наше тестирование в Красноярске сейчас делали. А что там сейчас осталось, меня трудно оценить. Но вот коллектив, который создавал Маркович, и сейчас им руководит, насколько я понимаю, Павел Владимирович Семенов. У них вроде есть учебно-методический комплект, который эксплуатируется в школе. Но там же министерство какое решение приняло, все-таки министерство не идет и работает, что за один год перевести всю школу, начиная, причем там же каждое содержание, оно по классам идет, поэтому перевести всю эту систему на какие-то вот уже четко выделенные учебники, это нужен достаточно большой период. Поэтому там принято такое решение, что вот эти будут базовые, но по остальным, да, остальные можно воспользоваться как учебно-методическое пособие. Правда, чем отличается учебник от учебно-методического пособия, я, например, не понимаю. Но вот они такой хитрый ход сделали. Это учебники, все остальное – это учебно-методические пособия, и должен переход, так сказать, идти вот на эти учебники. Так вы же всего лишь навсего академика, а не чиновники, поэтому, конечно... Да, наш как-то академический уровень не дарил вот этих решений. Хорошо. Так, коллеги, давайте мы заканчиваем обсуждение, а то мы уходим очень далеко. Политику уже залезли. Да. Если по поводу доклада кто-то что-то хочет еще сказать или спросить. Затрагиваются очень серьезные вопросы, но меня немножко смутил темп доклада, когда очень много информации было засунуто в этот доклад. И как бы выделить ядро у нас сообщения, ну, на час. Вот за час, как бы, обратить внимание на основную, на цель вашей работы. Вот это было бы хорошо. Нет, так сказать... Согласен с вашим замечанием. Это один из моих, так сказать, недостатков. Который постоянно пытаюсь бороться и... Рассказать все, что знают. Знают. Да. И даже кое-что не знают. Дальше другие делают. Нет, вы все-таки оцениваете аудиторию. Понимаете, что наши возможности ограничены. И охватить весь спектр, который вы подняли, нам трудновато было. А каково приходится школьникам, ребята, когда мы профессорцы. А каково школьники. Хорошо. Спасибо большое. Коллеги, следующее заседание будет не в четверг, а во вторник, 7 мая. Значит, рассказывать будет Рыжова Оксана Николаевна. Это химик. Кандидат химических наук. И она будет рассказывать про математику в химических задачах, которые они... Ну, задачи ДВИ. Химические задачи ДВИ для поступления на химфакт. Какая математика там необходима. И как она влияет на результат. Исчез. Алексей Владиславович. Пока он не появился, могу сказать так, что в свое время я интересовался структурированием задач. Так вот, задачи химические, ну, на каком-то простом уровне, будем говорить, школьные. Они очень хорошо алгоритмизируются. То есть аппарат математический, даже очень простой школьной, но элементарной математики, очень четко может справиться с химическими задачами, о которых идет речь в школе. Вот это для меня было удивительно, но потом проверил, что действительно это так. Здесь сейчас тоже есть проблема. Так как, опять, учебные планы составляют теперь химики. Они могут математику не поставить в подготовку учителей химии. И химики не могут решать математическими методами задачи. Вот так хорошо, Алексей Владиславович. Да, я прошу прощения, это у меня планшет разрядился. Как оказалось, немножко трудно за вами было наблюдать. Хорошо. Ну, в общем, так сказать, до вторника, 7 мая. Спасибо. Большое спасибо, коллеги, за замечание, за то, что вы меня выслушали. Я получил новые опыты и надо теперь много переработать, засознать. Приходите к нам еще. Я не помню, вы в списочке рассылки есть? Ну, вот то, что вы прислали вот этот раз, я же могу по этой ссылке опять подключаться? Или это каждый раз? Да, вы можете по этой ссылке подключаться. Если хотите, я вас в список рассылок включу, вы тогда будете получать информацию. Спасибо, потому что многие вопросы, которые здесь у вас обсуждаются, они в коллективе, в кафедре можно обсуждать. И в своем соку, как говорится, надо выходить все-таки. Ну, милости просим. Спасибо. Спасибо за доклад, до свидания. Всего доброго. Доброго здоровья, самое главное. Это не наступающими праздниками. Да. Наступающими праздниками. Победы. До победы мы встретимся, наверное, вот праздник труда в каждой части сам пройдет. Мы потрудимся. Спасибо.